Всего несколько часов остается до отправки в зону специальной военной операции. Добровольцы глубоко вдыхают ульяновский воздух, крепко обнимают родных и любимых. Теплых слов никто не жалеет. 20-летний Данила Борисов нелегкую жизнь в зоне СВО выбрал добровольно. На гражданке молодого человека будут ждать родители, жена и маленький ребенок. Именно ради них и светлого будущего любимых Данила едет защищать родину. В армии я раньше не служил. Как бы сам захотел, пришел, подписал. Руфат Белаев поедет в зону специальной военной операции уже во второй раз. Своим примером парень изразил своих друзей. Сейчас они ждут Руфата за ленточкой, а доброволец надеется на скорую встречу с товарищами. Что мотивирует вас и тех, кто на контакте сейчас находится? Ну что, ну в первую очередь это все-таки жизнь, то есть те, кто живет там. То есть это мирное население, но они же не видят новаты. И поэтому, то есть чистый за них, то есть это же дети. Любой желающий может тоже присоединиться к Вооруженным силам России и отправиться защищать границы нашей Родины. В данный момент набираем граждан от 18 до 64 лет. Условия прохождения службы 300 тысяч при подписании контракта и от 210 тысяч рублей во время службы на территории специальной военной операции. Для того, чтобы оформиться на военную службу по контракту, необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу Карла Маркса 39А, либо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Когда приходите в военный комиссариат, необходимо принести с собой паспорт, военный билет с НИЛС и ИНН. В этот раз защищать Родину отправилось около 20 парней. Добровольцы сначала прибудут в Ростов, где их распределят в воинские части. Постараются при этом учесть пожелания парней. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.